В окрестностях швейцарского Люцерна прошли абаевские чтения. Мероприятие, организованное посольством нашей страны в Швейцарии, приурочено к 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Встреча на открытом воздухе прошла с участием представителей казахской диаспоры и поклонников творчества Абая. Абая Кунанбаева Адриан Деляфонтен продолжил эстафету про чтение произведения Абая «Лето» на французском языке, а Мехмед Гундаган из Цюриха прочитал «Асимпас Болма Арнеге» на немецком языке. Завершились чтения всеобщим исполнением бессмертного произведения Абая Кузем Нанхараса. Значение таких мероприятий очень важно для популяризации творчества великого Абая для европейцев и швейцарцев. Перевод его произведений на немецкий, французский и итальянский языки позволяет еще больше приобщить европейцев к казахской культуре и истории, к духовному наследию нашего народа. В будущем мы планируем проводить такие встречи не только в посольстве, но и вместе с недавно созданным объединением соотечественников Берлег и Казахским альянсом. Руководитель кафедры антропологии и социальных наук Цюрихского университета профессор Петр Финке выучил язык Абая и хорошо знаком с его творчеством. Важное значение его наследия в мудрости, которую он передает нам через века, отметил швейцарский ученый. Как для немцев важно значение творчества Гёта, так и для казахов это наследие Абая. Я посещал знаменитый аул Абая, когда по приглашению казахстанской стороны преподавал в университете города Семея. Я желаю вам хорошо отметить 175-летний юбилей великого Абая с участием поклонников его творчества со всего мира. Если будет возможность, поеду и я. По сравнению с французскими поэтами, которые больше романтичные, Абай показывает нам и реализм. Это очень важная сторона его творчества, открывающая нам маленькое окошко в традиционную жизнь кочевников, представление о том, как люди жили тогда. Сегодня мы пытаемся интерпретировать его творчество и празднуем юбилей великого поэта. Это отличная возможность почувствовать то же, что и он. Абайские чтения, посвященные памяти великого казахского поэта, несмотря на пандемию, прошли в пригороде швейцарского города Люцерн в теплой и дружеской атмосфере и оставили незабываемые впечатления у гостей и участников этого фестиваля. Жанна Атерны, Жамар Тахметов, Хабар 24, Люцерн, Швейцария.